Друзья, сегодня у нас 5 сентября, я приветствую вас в городе Якутске. Вернулись мы на днях с экспедицией, наконец, домой. Монтировать дороги я ничего не успевал, поэтому подробностями поделюсь позже. А сегодня начнем, в принципе, история нашей экспедиции с официального мероприятия. В Доме печати у нас пресс-конференция. И я думаю, что словами Николая Александровича для начала расскажу вам о планах экспедиции, о целях и об итогах. Постараюсь кратенько. Вот наши курганские парни, Серега Сеякова. Пока у нас гостяк в Якутске. И вот уже мероприятие начинается потихоньку. Иван Ракентьевич наш, Иван Александрович. А вот и Сергей. Мы хотим рассказать об итогах экспедиции, которая у нас была на пилотном отрезке в Дачный Оленёк. Но хотелось бы, конечно, в общем подчеркнуть то, что этой зимой мы проводили в рамках всероссийских учений МЧС «Безопасная Арктика» испытания вездеходов, ну самые низкие температуры. Мы прошли от Якутска до через Сигенкюль, Себянкюль, Эндыбау, Сокрыр, Верхоянск, Батагай. Сделали такой круг около 3000 километров. Преодолели горные перевалы более километра. Очень много километров шли по наледям, по воде. Температуры были ниже 50 градусов. И машины показали себя очень достойно, потому что мы почти треть пути проехали с помощью компаса, беспилотников, выбирая маршруты. Но вездеходов с хорошими техническими характеристиками много. Главным отличием бурлаков является то, что помимо хорошей проходимости они могут перевозить полезный груз. Около двух тонн на самой машине и полторы тонны на прицепе. И зимой мы в качестве примера, вот Кобяйское землячество нас снабдило фруктами, овощами, куриными яйцами для детского сада в Сигенкюле. И мы перевезли в целости, в сохранности, не побив, не поморозив. Я почему это подчеркиваю, да? Потому что вот буквально вчера разговаривал с главой Кобяйского вуза. Он говорит, сейчас вот доставка одной тонны груза в Сигенкюле из Якутска 260 тысяч на Ан-2. То есть если бурлак везет 3,5 тонны, это, можно сказать, может сэкономить около миллиона бюджетных средств. Причем расход при этом около бочки солярки, всего-навсего. И я зимой докладывал главе республики, Асен Сергеевичу Николаеву, о зимних результатах. А нам, как спасателям, интересная техника, которая может работать круглый год, в том числе и по летнему бездорожью, в жару, чтобы поработать на тушении лесных пожаров и так далее. Нужна такая универсальная техника. И тогда мы поговорили о возможности испытаний техники в летнее время. И, конечно, это далекостойщее мероприятие. Я очень рад, что руководство вездеходов бурлак согласилось на это дело, потому что нужно быть, во-первых, уверенными в своей технике и иметь амбициозные планы для того, чтобы развивать свою технику на северо-востоке нашей страны. У нас зимой температура минус 70, летом до плюс 40, перепад температур больше 100 градусов. По мнению физиологов, это предел жизни высших организмов на нашей планете. Из этого следуют два вывода. Первый, хороший для нас, при любых изменениях климата нам хуже не будет. И второе, техника, которая круглогодично испытана в Якутии, она может работать в любом регионе нашей планеты. И поэтому рад, что бурлак согласился провести испытания. И рад тому, что Министерство транспорта Якутии и Минартики поддержали нашу инициативу. Дело в том, что в связи с изменением климата у нас сократились сроки зимника на несколько месяцев. Поэтому по старой схеме, которая была заложена в Советском Союзе по обеспечению отдаленных населенных пунктов наземным транспортом, уже не вписывается сейчас. У нас в межсезонье получается от апреля до Нового года. Это больше половины года, почти 8 месяцев. И приходится обеспечивать эти населенные пункты авиацией. Отсюда вся и дорогая стоимость жизни на севере. А вот хозяйствующие субъекты, конечно, они решают свои, скажем, текущие проблемы с большим трудом. Шаг влево-вправо не сложно делать, поэтому экспериментировать с новой техникой тоже они не имеют возможности. Поэтому, наверное, их инициатором выступил Российский Союз спасателей, поддержало Русское географическое общество. Личный вездеход Бурлак предоставил Ильичев Александр Васильевич, член Русского географического общества. И второй Бурлак был от вездеходов, от производителя вездеходов. В составе команды 8 человек было. Итак, команда экспедиции «Удачный оленек». Руководитель экспедиции? Находкин Николай Александрович. Вседальший Иван Никитич, руководитель первого звена. Громов Александр Серафимович, оператор БПЛА, научный сотрудник. Ильичев Иван Александрович, представитель собственника компании, один из организаторов экспедиции. Харченко Олег Иванович, путешественник, координатор маршрута. Мостовщиков Яков Михайлович, представитель ООО «Вездеходы Бурлак». Комов Сергей Валерьевич, представитель компании ООО «Вездеходы Бурлак». И вот Роман Игоревич Панкаратьев, замдиректора вездеходов Бурлак. У нас две машины участвовали. Одна машина выехала из Якутска до Мирного, вторая из Кургана до Мирного. Через несколько минут будем отправляться. Сейчас буксир разворачивает нашу баржу на 180 градусов. И мы пойдем вниз по течению до города Ленска. Мы встретились и вместе поехали до Оленька. И задачами экспедиции было испытать Бурлаки в бездорожье в летнее время, в летнюю жару. Кстати, сделано много предложений. И я рад, что руководство Бурлака прислушивается и модернизирует. И каждый следующий выход техники уже более совершенен для наших условий. И исследовать летнее состояние зимника, удачный оленек. Там 300 километров, которые усложняют жизнь Оленька в межсезонье. И сравнить хотели себе стоимость доставки свежих продуктов до Оленька. И по пути у нас были планы, частично выполненные, исследовать места, привлекательные для туризма. Мы планировали начинать это в июне, но по ряду причин экспедиция у нас началась в августе месяце. И вот ситуация такая была. После закрытия зимника и до глубокой зимы оленек обеспечивается всем необходимым воздухом, авиацией. И стоимость вот в данный момент картофеля в Оленьке составляет 370 рублей на килограмм. Там же сельский район, там не такие богатые люди живут. И когда у нас машина ехала с Ленска, мы видели, что в Ленске стоимость картошки 35 рублей. В Нюи с фермером договорились. Он говорит, что доставка до Удачного на обычном грузовике добавляет 20 рублей на килограмм. То есть в Удачном это может стоить 55-60 рублей. И вот на 300 километров у нее стоимость превращается в 370. Конечно, мы не знали, какая дорога. По картам смотрели, что можно преодолеть. Там не такие перевалы, как на Верхаянии. И на самом деле бурлак прошел. Одиночный бурлак вообще даже нигде не буксовал. Единственное, может, переключал передачи. А два раза мы использовали лебедку для машины, которая была с прицепом. И причем лебедку использовали только для того, чтобы не насиловать двигатель, новая машина. И перестраховались, чтобы не форсировать его. И в Оленек мы прибыли в день празднования Тугунка. Так, конечно, мы не рассчитывали, но получилось очень хорошо. Картошка была очень к месту. И мы поняли, что себестоимость ее может быть значительно ниже, чем сейчас. Поэтому мы фактически данные передадим университету. И мы вообще хотели бы, чтобы по итогам наших испытаний зародилась новая концепция по обеспечению малых населенных пунктов во время межсезонья. У нас в межсезонье уже 8 месяцев получается. Как раз нас встретил Асин Сергеевич Николаев. Он проводил совещание по образованию в Арктике, в Оленке. И как раз получилось, мы подъехали, он заходил, знакомился. И результаты, конечно, его очень порадовали. Что есть вариант какой-то облегчить жизнь людей на севере. И, кстати, там же был и Владимир Николаевич Черноградский, министр по делам Арктики. И он тоже лично убедился, что такие возможности есть. Если, например, на этом проекте, на этом участке у администрации Оленька или там в Оленьке у бизнесмена какой-нибудь будет два Бурлака, в которые связки могут ходить, они там значительно понизят стоимость всех товаров в период межсезонья. А для самого завода Бурлак мы, конечно, выработали свои рекомендации. Ребята пожарились на солнце внутри машины. И там будет и кондиционер, и потом, наверное, Роман Игоревич это более подробнее расскажет. А вообще вот на... Ну, каждый вуз старается выжить, да? И как могут, где достали, где смогли, там, каждый находит какой-то вездеход. Есть атаманы, есть шаманы, есть русак, есть северы, северотраки и так далее. Ну, такая разномастная вездеходная техника в разных улусах. И если случится какая-то поломка, то вездеход как памятник полгода будет стоять. Конечно, надо уже дорасти до мысли, что в республике нужна большая, сильная вездеходная компания. Вот по примеру, например, речников ЛОРП есть, у них есть мощности судоремонтные, судостроительные возможности. Они могут экспериментировать, заводить там суда на подводных крыльях и так далее. А северный завоз у нас отстав. Он отдан участникам. Тендер объявляют для любого поселка. И, естественно, частник, который имеет КАМАЗ или Урал, он будет на нем ездить. Но сроки сократились, поэтому экспериментировать частник не может. Поэтому какая-то единая компания вездеходная могла бы закрыть эту брешь. Иметь полный запас запчастей, обучать водителей, сервис и так далее, чтобы вездеходная техника, как у УАЗики сейчас, например, были в каждой отдаленной деревне и помогли бы им в жизнеобеспечении в любых не только продукциях, но и почту можно возить, и пассажиров. Я надеюсь, что пример нашей экспедиции, конечно, даст рождению концепции по обеспечению малых населенных пунктов. Но я не буду долго говорить, я могу вечно говорить. Давайте перейдем к вопросам-ответам. Кстати, в дороге я мало снимал грузопассажирский горлок. Здесь примерно все похоже. Другие у нас здесь рычаги и управления. Здесь тоже спальное место раскладывается. Здесь и вот здесь. И даже здесь можно третье сделать. Вытяжка. И вот это грузопассажирские части. Здесь, наверное, больше грузовая. Хотя есть койки вот. Вот как там сделаны мотодороны. Вот, собственно, активное идет обсуждение, внедрение. Все вот это вот. И если по результатам через несколько лет начнет активно работать техника и активно снабжать поселки, это улучшит жизнь всех поселков. Будет очень здорово осознавать, что ты как-то к этому руку приложил. Ну все, давайте ждем уже подробных сюжетов о нашем путешествии. Буду потихоньку работать. Всем пока.